Такое ощущение, что биоробот вышел, а не тонкая копия, потому что на тонкой копии стоит растяжки на руках и ногах. Она дергается, но не может двигаться. Но не на биороботе, да? Нет. Хорошо, это мы наверху тогда уберем. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком и чистых энергий Абсолюта. Берем Мадару в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Мадары поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем. У него к рукам и к ногам как бетонные квадраты такие утяжеляющие. И от них идут растяжки. Она тяжелая. Скэнер? Она подняла... Подожди, где она выходила? Нет еще. Мы еще летим, потому что она тяжелая. Понятно. Делаем на счет три квантовый скачок. Один, два, три. И вы в комнате диагностики вместе. Да, мы здесь. Мы преслим Мадару, интересуемся, готовы ли она к диагностике и чистке, доверить ли она нам свое биополе на период сеанса. И знаешь, у нее перед лицом стоит такой круг, она пытается убрать, но вот эти растяжки тянут, она не может до лица дотронуться. Она выглядит, но даже из него не может. И как рот открывает, как будто ее заставляет кто-то что-то говорить. Понятно. Как маска такая сверху лица. Скэнер просканируй сейчас эту конструкцию, которая установлена. Отключи эти квадраты, эти растяжки, все чипы в виде, все негативное патогенное, связанное с этими подключками, отключается. Выводи это все из биополя. Как это все выходит? Сделаем его намерение, отправляя в клетку тюрьму. Пошел процесс. Это как силиконовая маска полностью, голова закрыта, не только лицо, по всей голове, до плеч она снимается сейчас. И растяжки тоже убирает. Готово. В клетке? Да. Хорошо. Мадара, вы меня слышите? Слышу сейчас. Мы спрашиваем ваше разрешение на диагностику и чистку, вы даете его? Даю разрешение. Вы знаете, откуда эти растяжки, откуда эти все артефакты в вашем биополе? А я думала, это все мои комплексы, но сейчас сомневаюсь. Проверим. Все найдем. Яду командую на счет 3. Скэнер сканирует пространство над головой Мадары, под ногами 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует все 7 тонких тел Мадары. Находит все. Давай снизу. Давай. У нее бес, джин, хамелеон, красный, а нет, синий дракон и что-то на шее у него намотано. И гуманоид ко всем этим подключкам вышел. Снимаются все маски и голограммы. Все в клетке пристается глаз на своем эфирном коде ДНК. И те же, но вот у беса, там, будто демон, он или был, он или где-то, но подключек нет. Но такое ощущение, что за бесом кто-то еще стоит. Выстраивая канал, беса притягивает демона в клетку тюрьмы. Стоит в клетке тюрьмы. Он раньше в ней был. И где он сейчас? Он вышел, но поселил туда беса, чтобы он присматривал. Я так и понял. Поэтому связи нет между ними? Или я притянул? Он присматривает за бесом. Ты притянул его? Демон в клетке? Он спокоен, да, потому что у него нет подключек. Не думаю, что ему стоит быть спокойным в том плане, что он послал кого-то исполнять эту работу. Таким образом, он является соучастником этого преступления. И я не собираюсь с ним никакие игры играть. Он будет точно так же наказан, как и все наказаны. Какой демон у нас? Он 12 с чем-то, к 13 идет. 12,7. Если дойдет после этого сеанса. Начинаем с реверса энергии. Я буду задавать вам в процессе работы вопросы. Вы будете на них отвечать. Кто не будет отвечать или будет обманывать, тот пожалеет. Даю команду тонкой копии. Мадар испроекцирует все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Ответственным за чужеродную негативную патогену. Страха, энергии неуверенности, энергии всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки в 50 раз. Пошел процесс. Скэнер, дай мне полноту души Мадары на настоящий момент. У нее 94, но к 2% имеет отношение демон. Так, демон. К тебе все больше и больше вопросов. Итак, загораются маячки у всех над клеткой, у кого есть контракты с Мадарой. Демона есть. Еще у кого? Все. Откуда у нас гуманоид? Серьез. Кто ты? Он показывает эту маску, которая на ней была. Да. Строит копию. Ты ловишь душ? Нет. Биоматериал? Что ты воруешь? Конкретно душа сама по себе неинтересна. Именно в составе с биоматериалом и копией. Значит, ты воруешь биоматериал, копии частички души. Сколько ты находишься в этом биополе? Копию. Мне нужно копию продать. Просто душу или материалы отдельно не интересуют меня. И я нахожусь 6 лет. Какой у нас синий дракон? 2.11. Не понял. 32.11. 32.11. Что ты делаешь в этом биополе, синий дракон? Где стоят твои платы? Шея и сердце. Шея. У него какая-то как повязка на ней. А зачем ты это сделал, синий дракон? У тебя есть какое-то разрешение? Он синхронизирован с ней за шею. Сколько он находится в этом биополе? 3 года. Тебе давал кто-то разрешение на нахождение в этом биополе? Нет. Понимаешь, чем тебе чревато нахождение в этом биополе для тебя? Ему очень интересно развиваться с ней. Ее интерес привлек его. Это ее интерес, это не твой интерес. Это ее жизнь, это ее энергия. Ты паразит, который находится незаконно в ее биополе. Дракон. Поэтому я достаю печать дракона и включаю на полную мощность. Мне кажется, ты забыл, кто ты, дракон. Ты перешел все границы, нарушив законы мироздания. Он просит выключить, он помнит, кто он. Выключаю печать. Я тебе просто напоминаю то, что ты делаешь вещи, которые запрещены. И ты об этом знаешь, ты это делаешь умышленно. Соответственно, ты будешь наказан сегодня. Идем дальше. Он говорит, что в основном, если мы подключаемся, мы наблюдаем для своего развития. Но здесь было очень интересно, и я вовлекся в ее развитие. Вот. Принимая участие. Значит, надо было не вовлекаться глубоко в это дело. Потому что те, кто берут энергию, это совсем другое, чем те, кто воздействует и посылает ложные картинки. Переходим к хамелеону. Сколько ты находишься в этом биополе, хамелеон? Четыре года. Какой у нас джин? 72-13. Золотой? Синя есть еще цвет у него. Не полностью золотой. Я не знаю, станет ли он золотым сегодня, потому что он доставлял большие финансовые проблемы. Он доставлял сомнения человеку, которые появились в комплексе, достойна ли она денег или нет. Это твоя работа, Джин? Нет. Что-то мое участие было в другом. В чем? Подкидывать идеи и вести к ним. Пустые идеи, я полагаю. Им на моем уровне. Это не ответ. Сколько из 100% было пустых идей? Моя идея всегда срабатывает. Джин, ты хочешь потерять диссидент? Проверим мы их 60 на 40. Значит, твоих 60, ее 40. Нет, моих 40. Проверим. И сколько ты находился в этом биополе? Год и три месяца. Идем дальше. Сколько бес находился в этом биополе? И какой у нас бес? 9. 9 Гц. Хорошо. Итак, сколько ты находишься в этом биополе? 4 года присматривает. Уже 4 года. Хорошо. Реверс должен быть закончился. Закончился уже, да, Вера? До этого был демон. Понятно. Вот он стоит. Контракт сегодня будет аннулирован. Мы во всем разберемся в этой ситуации. Что, почему и как. Итак, реверс закончился, Вера? Да. Устанали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Мадара забирает всю чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Мадара себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. И усилие потоки в 50 раз. Демон, расскажи мне насчет этого контракта. Где он был заключен и когда? Давненько заключен был старенький контракт. Доложок за ней имеется. С 1758 года. Что вы там договорились? Что она просила у тебя? Красоту и власть. Красоту и власть. На Франции. Франции, хорошо. Приближенная к королям. Приближенная к королям. Она начала, но доложок мне не отдала. Ммм, понятно, хорошо. А почему не отдала? Какие условия контракта были? Что ты попросил взамен? Я полагаю, душу, да? Или как? Часть души или что ты хотел? Или права на воплощение? Нет. Приближение к королю мне нужно было. А она этого не сделала, да? Капризная была. Перестала слушаться меня. Понятно. И в этой жизни что ты хочешь сделать? По условиям контракта. Королей уже нет на этой земле. Ее уверенность у меня. А, вот откуда оно все пошло. Вот эти сомнения, это связано с контрактом. То, что она чувствует, она недостойна чего-то. Это от тебя идет? Это в контракте заключено. Хорошо. Чересчур уверенной она стала в прошлой жизни. Никого не слушала, показывала капризы. Да. И таким путем добивалась ревелегий. Понятно. Забыла обо мне. Ой, как же ж так. А какой контракт был осознан или она ритуал какое-то делала, привлекая тебя в свою жизнь? Она видела тебя? Вис в грязи, в конязи, как вы говорите. Ну, такое есть тоже, да. И до сих пор есть на земле. Просила сильно. Сильно просила, понятно. А указывала, к каким силам она обращается? К светлым, к темным. Помогала ей. Женщина. Женщина. Которая мы... Женщина. Старая корга. Понятно. Нея. Через нее заключались контракты. Хорошо, демон. Все понятно. За эту информацию признателен. Скажи-ка мне, демон, где находится лярва биополе Мадары? На шее и находится. Сдавливает ее. Я полагаю, у тебя есть желание получить эти лярвы? Не высказанного у нее много. Все сглатывает из-за неуверенности своей. Да, от лярвы не откажусь. Хорошо. Значит, мы тогда сегодня, когда дойдет очередь, бес вытащит все, что наставил. И потом я дам тебе отдельную команду. Можешь выйти, забрать эти лярвы, которые находятся в описанных местах. Ревер закончился, Верочка? Да. Отлично. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Гуманоид. Посмотри, что мы еще не вытащили. Сняли. Синий дракон. Выходи, вытаскивай свои платы, отключайся полностью, ничего не забывая. Возвращайся назад. Но он с горла снимает, как повязки, и сердечная чакра плату достала. Хорошо. В клетке? Да. Хамелеон. Выходи, вытаскивай свое гнездо. Сердечная чакра, где ты сидел? Или живот? Чуть ниже. Сосало под ложечкой. Вот. Нежно ревер. Как оно оказывалось, твое воздействие на ее повседневную жизнь? Что это было? Расскажи мне, Хамелеон. Перепады настроения резкие. То есть, как ты быстро меняешь цвета, точно так быстро, и у нее менялись эти перепады наступали, да? Да. Все понятно. Хамелеон все забрал, Вера? Да. Джину выходить не надо. Джин, собирай всю свою пыль. Ничего не забывай. Отключайся полностью. Докладывай о готовности к проверке. Для всех проверка будет проходить скэнером несколько миллионов герц. Если вдруг кто-то что-то оставит или забудет, он пожалеет. Джин, закончил. Отлично. Хорошо. Бес, выходи. Отключайся полностью. Снимай все, что установил в ее биополе. И возвращайся в клетку. На его в ногах такое. На щеколотках, как кольца. Он их снял. Хорошо, демон. Разрешай тебе выйти забрать лярвы. Выходи, забирай. Ничего не забывай. Возвращайся назад. Готово. Хорошо. Давай сразу перейдем к контракту, к аннулированию контракту. Итак, Мадара, вы заключили в прошлой жизни, как вы слышали, контракт с демоном. Вы что-то от него хотели. Вы это получили. Со своей стороны, вы условия какие-то не выполнили. Сейчас есть возможность аннулировать этот контракт. Вы желаете этого? Да, конечно. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Мадара должна взять ответственность за свою руку и выразить это намерение. Она выразила это намерение. Я говорю в слухе, и тонкая копия повторяет за мной. Я. Всякого рода дополнение к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. Ну, это договор вышел. Есть фантомные. Хорошо. Активно вышел, да? Да, активно его копии. Итак, пусть повторяет за мной. Внутри власти моего сверенного я объявляю. Докону право распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Ну, вот в этом контракте эта светлая энергия такая, она как ядро, как сердце внутри. И оно мечется, да, оно начинает искать выход и ее намерением, и изъявлением. В воле желания оно выходит и возвращается к ней в область сердечной чакры. Скажешь, как закончится. Готово. Отлично. Открывая воронку в галактическое ядро, контракт, все фантомы контракта, все копии контрактов аннулированных и отработанные контракты и копии улетают на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, опечатывая, растворяя. Готово. Сканер, дай мне полноту души Мадары на настоящий момент. У нее 100%. У нее вернулось из маски, гуманоида и из контракта. Правильно. Значит, все правильно сделали. Рассинхронизация закончилась. Включаем внутренний белосет Мадаре. Этим светом она выдавливает из себя все негативные патогены, на низкоаберационные чужеродные, находящиеся в ее биополе. Остаточная энергия от интерферентов и их подключик выходит тоже. 1, 2, 3. Свет пошел, энергия выходит и формируется перед ней в шар. Ай, шар. Открывая воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяя и даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Нет, честа. Подхожу к Мадаре, помогая моей энергии, отстегнуйте все каналы на счет 3, 1, 2, 3. Удар. Отлетает канал, отстегивается. Открывая воронку в галактическое ядро, все улетает на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Без демон, контракт аннулирован. Единственное, что я могу предложить вам, если вам это интересно, эмоциональный фантом. Да, согласна. Выходит эмоциональный фантом Мадары, проецирует все негативные программы, негативную мыслеформу, а также все низкое аббрационное эмоциональное энергие. Ее сгенерированное проецируется на эмоциональном фантоме. Фантом выходит. Ну, не такой, как арбатый фантом вышел. Там разные энергии. Серый, черный, белый есть. Понятно. Сомнения есть. Хорошо. Мадара – это энергия, которую вы сами сгенерировали. Вы готовы от нее отказаться? Готово. Сворачиваю энергию в шар, делю шар на две равные части. Одну половину отправляю демону, вторую половину отправляю бесу. Готово. Хорошо, бес, у меня еще вопрос. Ты присутствуешь в доме, в квартире? Нет. Черт там есть. Хорошо. Демона там тоже нет, да? Нет. Хорошо, я тогда буду отпускать вас на вашу чистоту. Открываются два портала внизу. Один на чистоте демона, один на чистоте беса. Демон забирает все, что принес, уходит на свою чистоту в свой портал. Бес забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя оба портала. Ставлю две огненные пентаграммы. Готово. Джин, ты не присутствуешь в квартире? Есть, Джин. Джин. Хамелеон, присутствуешь? Нет. Синего дракона есть, плата и угол гуманоида. И угол гуманоида. Понятно. Хорошо, сейчас я открою два портала. В один уйдет Джин в эту квартиру. Соберет все, что он там оставил. Я приду, проверю, отпущу его на его чистоту. То же самое касается синего дракона. Все понятно? Да. Открывается два портала в квартиру. Мадары. И Джин уходит в один портал. Синий дракон уходит в другой портал. Закрывая, печатая, растворяя оба портала. Готово. Хорошо, я прошу Ли выйти со мной на связь. Ли на связи. Приветствуйте, Ли. У меня здесь гуманоид Сириус. Сидел шесть лет. Конструкции забита целая клетка. И растяжки, и маски, и квадраты, и что угодно. А заберем его, все остальное уничтожить? Под этими артефактами гуманоида открывается воронка в галактическое ядро. Все это уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово, гуманоида забрали. Хорошо, нам надо будет еще убрать его подключки в квартире. Поехали по частотам. Есть. Значит, запускаем процесс активации идентификации души. Один, два, три. Пошел процесс. Здесь Мадар идет информация. Мадара марсианка. Марс. Поэтому ей всегда мало уверенности. Знание того, кто она придаст ей эту уверенность. И именно поэтому душа раскрылась и хочет, чтобы донести эту информацию до Мадары. Отлично. Хорошо, Мадара. Если вы хотите больше узнать о себе, можем организовать вам встречу с вашим куратором. Вы можете задать ему 10 вопросов касаемо вашего духовного развития, ваших родных энергии и о душе и все такое. Эта информация вся есть. Итак, процесс прошел. Переходим к защите. Создаем защитную оболочку по цене и тонкую копию Мадары к источнику полей Меркаба для структуризации энергии Земли и космоса и воссоздание защитного каркаса в ее биополе. Пошел процесс. Готов. Пусть тонкая копия Мадары вспомнит самый счастливый момент жизни и даст нам числовое значение. 700. И поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Мадары до числового значения 700 Гц. Пошел, прием. Они нижние энергии, нижних чакр физически назовем их, и верхние духовные должны быть скармонизированы обязательно, потому что у нее много идей и вообще она много двигается. Надо заполняться. Быстро живет, скажем так. За все, за все хватается. Много дел делает, поэтому ей нужно гармонизировать. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Именно этой командой, Мадара, после заправки энергии вы можете синхронизировать и гармонизировать энергии, они распределяются по чакрам. Готово. Хорошо, Мадара, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Великолепно, уверенной, гибкой, защищенной. Отлично. Все эти сомнения вы поняли, откуда шли, откуда росли ноги. Как говорится, это был контракт ваш с демоном, и он забрал вашу уверенность в обмен на то, что он вам дал. Сейчас этого всего нет. Ваша уверенность находится у вас. Вам надо изменить. Следить за собой, за эмоциональным состоянием, не допускать никаких скачков, высоких или низких, всегда находиться в полноценном, спокойном, уравновешенном состоянии и, как правильно было сказано, синхронизировать и гармонизировать себя энергиями родными, родными энергиями Марса. Как заправляться энергией, мы вам сказали в этом во время сеанса. Кроме того, вам надо сбрасывать негатив, когда мы выдавливали шар из вас, и сбрасывать его в галактическое ядро. Это поможет вам всегда в конце дня оставаться чистой, а утром заправляйтесь энергиями. Остальную информацию вам даст наш администратор.